Всем привет! В этом видео мы рассмотрим топ программ для восстановления удаленных файлов. Формат офисных пакетов приложений, таких как Microsoft, а также других программ, как OpenOffice, LibreOffice, PPSOffice, FreeOffice и другие. Также рассмотрим возможность восстановления данными программой удаленных файлов формата PDF. Файлы формата офисного пакета, как презентации PowerPoint, таблицы Excel, текстовые документы, заметки, базы данных, часто являются важными документами, которые вы не можете себе позволить потерять. Но при удалении файлов с компьютеров и очистке их с корзины, данные исчезнут с вашего компьютера. Содержимое документа не будет уничтожено в тот же момент. Скорее всего, в случае внезапного закрытия документа, программа предложит восстановить исходный документ или автосохраненную версию файла при следующем его открытии. Такой файл автоматически откроется в области задач восстановления документа при следующем запуске программы. Для восстановления такого файла достаточно щелкнуть стрелку рядом с восстановлением файлов в области задач восстановления документа и выбрать команду «Открыть» или «Сохранить» или просто кликнуть на нем. Таким методом также можно восстановить документы в программах OpenOffice, LibreOffice и WPSOffice. Но имейте в виду, что функции автоматического сохранения и резервного копирования файлов нужно предварительно настроить. Они не всегда включены по умолчанию. Обратите внимание, Word, Excel или PowerPoint предлагают восстановить файлы только при первом перезапуске, после аварийного завершения. То есть, если вы открыли Word, закрыли, а затем снова решите его открыть, то предлагать вам уже ничего не будет. Поэтому рекомендую при первом же запуске сохранить все, что требуется для дальнейшей работы. Детальные видео о том, как настроить автосохранение и автовосстановление документов пакета Microsoft Office уже есть у нас на канале. Ссылку оставлю в описании. Давайте рассмотрим вариант, когда мы случайно удалили наши документы с любого типа носителя. Далее в видео мы как раз и поговорим о программах, которые помогут вам восстановить удаленные документы. Начнем с программы Recova. Recova – это бесплатная программа, позволяет восстанавливать файлы Windows 11, 8, Windows 7 и XP и даже в более старых версиях операционной системы. Допустим, у нас есть диск и документы на диске, и мы его отформатировали, и наши данные были утеряны. Но причины могут быть и другие. Переходим в программу. Как видим, Recova имеет функцию поиска по их типу файлов. Также имеет глубокий анализ. Есть функция расширенной настройки. Программа сохраняет название файла, но не восстанавливает структуру папок. Нет функции предварительного просмотра. После быстрого анализа программа не обнаружила файлы. Только с помощью глубокого анализа удалось восстановить файлы. Не очень хорошо Recova восстанавливает и поврежденные файлы. После преобразования диска в формат RAW программа не смогла обнаружить файлы. Также программа работает исключительно на Windows. Восстановить файлы с macOS не получится. В целом программа всем известная, но имеет ряд недостатков, но заслуживает вашего внимания. Второй программой в нашем списке будет Easeus Data Recovery Wizards. Допустим, мы отформатировали наш диск. Переходим в программу. После анализа программа обнаружила наши документы, но не все. Даже после преобразования нашего диска в формат RAW программа с легкостью обнаружила наши файлы. Программа структурирует папки, есть возможность сохранить результат сканирования, а открыть и восстановить можно в любое удобное время. В пробной версии ограниченный предварительный просмотр, что не очень приятно. Также программа имеет ограничения по бесплатному восстановлению в размере 500 МБ. В целом программа справляется с любыми поставленными задачами, но также имеет свои минусы. Третьей на очереди будет программа Disk Eternals Office Recovery. Программа имеет как быстрый, так и полный анализ. После обычного удаления файла и затем проведенного быстрого анализа, программа смогла обнаружить все файлы. После форматирования программа обнаружила не все файлы, а после преобразования диска в формат RAW программа не обнаружила диск, так как ограничено в форматах восстановления, а именно может восстанавливать данные только с NTFS. Если файлы были повреждены, программа не восстановит их. Программа сортирует файлы, по папках не всегда работает предварительный просмотр. Программа платная, имеет урезанный функционал, но так и будет, так как это лишь Disk Eternals Office Recovery, это урезанная версия программы Disk Eternals. Но восстановить файлы с помощью данной утилиты все-таки получилось. Ну и переходим к четвертой программе R-Saver. R-Saver бесплатная программа, поддерживает разные файловые системы NTFS, FAT, XFAT. Имеет в своем арсенале глубокое и быстрое сканирование жесткого диска. В настройках можно настроить пропуск битых секторов, чтобы увеличить количество найденных файлов. Делаем все действия, как и с другими программами. Программа не требует установки на компьютер и будет максимально простой для неопытного пользователя. Также здесь имеется развернутая справка. Переходим к программе. После быстрого анализа программа обнаружила наши файлы. Также утилита сохраняет структуру файлов. Посмотреть файлы в предварительном просмотре можно только с помощью HexRedactor. После форматирования программа тоже обнаружила все наши файлы. Сканирование прошло быстро. Также утилита разложила все файлы по их форматах. Утилита обнаружила наши файлы, когда диск был преобразован в формат RAW и смогла восстановить файлы. Пятой утилитой в нашем списке будет DiskDrill. Программа поддерживает любые файловые системы. Утилита имеет как полный анализ, так и быстрый. Присутствует возможность восстановить данные полностью с диска или с удаленного раздела. Также имеется функция резервного копирования вашего диска. После быстрого сканирования мне не удалось восстановить файлы, так как программа просто ничего не обнаружила. После глубокого анализа утилита отобразила файлы. Мне восстановилось исходное имя документов в окне предварительного просмотра. Но утилита отсортировала все файлы по их типу. Есть возможность сохранить сессию сканирования. А открыть и восстановить можно в любое удобное время. В целом, отличная программа, но со своими нюансами. Последней программой на сегодня будет Hetman Partition Recovery. Hetman Partition Recovery выполнит восстановление данных с поврежденных логических разделов, найдет и покажет безвозвратно удаленные файлы, считая содержимое затертых, флешек и карт память быстро и без лишних действий. Это самая универсальная утилита из всех предоставленных данных видео. Функционал программы не ограничен, восстановление какого-то определенного формата файлов или работы с определенным носителем информации. Переходим в программу. Утилита имеет быстрый и полный анализ. Если вы случайно удалили файлы с помощью комбинации клавиц Shift плюс Del, а не форматировать диск, то используйте быстрый анализ. Утилита сохраняет структуру папок, также есть окно предварительного просмотра. Меню программы построено таким образом, что у вас не возникнет проблем. Все данные можно восстановить в три шага. Выбрать диск или носитель, указать необходимый тип анализа и запустить его. Если документы изначально были сохранены в папке по умолчанию, тогда просто запустите сканирование папки документы. Итак, подводя итоги всех программ, взятых для видео, слаживается впечатление, что все программы достойны внимания. Но я бы рекомендовал Headman Partition Recovery и Asus Data Recovery. Во-вторых, программы справляются с любыми типами документов. Утилиты сохраняют структуру файлов. Также не имеет значения, какая причина потери данных. В программах доступен предварительный просмотр и HexRedactor. Касаемые программы, которые меня не особо впечатлили, такие как Recuva, AirSaver, хоть и утилиты известные, но с трудом справляются с поврежденными файлами. Не всегда отображается предварительный просмотр. Существует еще много отличных утилит, таких как Pk Inspector File Recovery, Soft Perfect, Puran File Recovery. Стоит упомянуть о программе Headman Office Recovery, разработанной специально для восстановления всех типов документов. Они также заслуживают внимания. А на этом все. Все представленные программы в видео были взяты по своему желанию и опыту использования различных утилит. Спасибо за просмотр. Пока ты смотришь это видео, мирные жители Украины умирают. От атак и бомбардировок Российской Федерации. Безумный путинский режим напало мирное государство в самой центре Европы. Поддержите украинскую армию, пожертвуйте средством фонд «Повернись живым». Сканируй QR-код или перейдите по ссылке в описании к видео и перечислите любую сумму, которая обязательно усилит украинское сопротивление и поможет противостоять преступной российской агрессии. Субтитры создавал DimaTorzok